Наступает день, когда вы смотритесь в зеркало и понимаете, что теряете волосы. Они редеют. Вы вбиваете в гугл прически для редеющих волос и часто что всплывает подстричься на лоса. Будьте смелым, сбрейте все нафиг. Но вы не хотите их сбривать, вы хотите сделать что-то прикольное с тем, что у вас есть. Сегодня, господа, мы обсудим стили причесок, которые подходят для выпадающих волос. Поэтому, если вы теряете волосы, тогда это видео для вас. Первый стиль в нашем списке для редеющих волос – текстурный цезарь. Для этой прически волосы по бокам подстригаются коротком машинкой, а на макушке оставляются длиной с палец. Из-за того, что эта прическа направлена вперед и она хаотично уложена, то создается текстура и это отлично работает, если у вас отступает линия волос. Для этой прически я бы рекомендовал попробовать различные продукты для укладки, но избегайте гелей, потому что он сбивает волосы в кучу и выглядит не очень, а наоборот, он может подчеркнуть залысины. Наоборот, лучше выбрать продукты, которые добавят текстуры. Лично мне нравится мутирующая глина. Она не блестит, добавляет текстуры и дает контроль. Также может подойти крем для укладки. Они тоже добавляют немного текстуры и позволяют придать направление волосам. Даже некоторые помады подойдут. Главное найти ту, которая не склеивает волосы вместе. Она может добавить немного блеска, если вы хотите выглядеть чуть более нарядно. Отличный пример для этой прически – актер Джордж Клуни. Можно заметить, что его седые волосы начали редеть, но в то же время он использует по максимуму то, что у него есть. В целом, она смотрится отлично. Следующая прическа, которая подойдет для мужчин, которые теряют волосы – это строгий помпадур. Если вы теряете волосы спереди, то этот стиль вам, наверное, не подойдет. Но если вы теряете волосы на темечке, то это прическа для вас. В целом эта прическа заключается в том, что вы зачесываете свои волосы назад, создавая объем спереди. По бокам вы подстригаете волосы или можете прямо состричь их машинкой для более строгого вида. Еще один плюс коротких волос по бокам – они выделяют волосы на макушке. С этой прической, конечно, придется повозиться. Надо заранее планировать свою стрижку и длину волос. Если у вас короткие волосы, то вам надо отрастить волосы на макушке. Это может занять пару месяцев, но когда вы это сделаете, то вы поймете, что это отличная прическа. Еще один плюс такой прически для ее укладки существует богатая палитра продуктов. Это и гели, глины, помадки и крема. Следующий стиль для лысеющих мужчин – это короткая стрижка. Короткие прически известны своими подстриженными боками и макушкой. Обычно на макушке волосы чуть длиннее и они сходят на нет к бокам. Лучшее в этой прическе, когда вы теряете волосы, то она это отлично скрывает за счет уменьшения контраста между верхней частью головы и боками. Все прически, которые я назвал, лучше делать у профессионалов. Особенно там, где надо делать плавные переходы. Потому что они будут работать с вашими лысеющими зонами, будь это спереди или сзади. Профессионал, будь это в салоне или у барбера, он сможет поправить и сделать громадный переход, чтобы ваши волосы выглядели наилучшим образом. Следующий стиль – это шипастая текстура. Да, этот стиль не для всех, но если вы хотите прическу, которая бы добавила текстуры вашей верхней части головы и прикрыть лысеющие зоны, то обратите внимание на этот стиль. В целом у этой прически можно видеть средний переход. Короткие волосы на затылке и длинные волосы на макушке. Чтобы добиться объема и текстуры в верхней части прически, надо пользоваться продуктами для укладки. Все зависит от того, чего вы хотите добиться. Вам нужен блеск? То это либо гель, либо помадка. Хотите более матовую укладку? Тогда это глина или жвачка. Они отлично справятся с этой работой. Далее в списке под машинку. Это не похоже на то, если побрить свою голову. Да, это рядом, но все-таки есть довольно ощутимая разница. Когда вы стрижетесь под машинку, то у вас есть ощущение того, что ваши волосы на месте. Да, пусть это полсантиметра, но все же… Кстати, многим парням это добавляет уверенности. Они ощущают, что они не полностью лысые, а что у них есть прическа, которая им подходит. И большой плюс в том, что из-за того, что волосы короткие по всей поверхности головы, то это отлично маскирует лысеющие части волос. Еще один плюс – за ней очень просто ухаживать. Вы можете стричь себя прямо дома. Кстати, заметили, в этом списке не было зачеса. Пожалуйста, не делайте так. Но если вы потеряли большую часть волос на макушке и на затылке, но у вас все еще есть волосы по бокам, тогда просто побрейте макушку и подстригите бока. Это даст вам отличный, опрятный вид. . . . Продолжение следует...